МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт зданий и оборудования, уборка помещений, благоустройство территорий, работа по подготовке к отопительному сезону, оформление документов, озеленение и благоустройство парков, зон отдыха, спортивных площадок, уход за больными, помощь в организации содержания и развитии муниципальных учреждений дошкольного и школьного образования, ремонт животноводческих, складских и других помещений, проведение полевых работ, уборочные работы, заготовка лекарственных трав, упаковка готовой продукции, очистка и подготовка хранилищ. Это такой способ вовлечения людей в трудовой процесс по их желанию, когда предусмотрен неквалифицированный труд. В основном понятно, что это труд, который используется в строительстве, при озеленении, уборках территорий, рассылка, курьеры, все то, что может иметь временный характер работы. Поэтому в этих условиях, конечно, основные потребители услуг – это строительные организации. Мы очень плотно работаем с администрацией городской по озеленению, по приведению в порядок территории. Но вот наш комплекс «Арена» знаменитый строился, туда много людей направляли. Центр спортивной подготовки имени Ардалиона Игнатьева, в который входит стадион Олимпийский, сотрудничает с Центром занятости города Чебоксары уже 15-й год. При подготовке к летнему сезону объекту требуются дополнительные руки для уборки территории, покоса травы, покраски спортивных сооружений. Некоторые люди по 2-3 раза приходят, также работают. Участвовали в субботнике два раза, и некоторые даже три раза участвуют в субботниках. Некоторых мы хотим, чтобы по второму разу их нам направляли. Потому что хорошо работают. Есть очень ответственные, которые работают. А многие из тех, которые работают, остаются у нас на постоянную работу. У нас уже такой опыт есть. Прошлые года, которые работали на субботниках, на общественных работах, остаются на постоянную работу у нас потом. Огромную работу оказали общественники во время подготовки командного чемпионата Европы по легкой атлетике. По 10-15 человек работали на субботниках целую неделю. Владимир Большаков со своим напарником Александром Родионовым ту жаркую пору не застали. Но и сейчас работы хватает. Заключили контракт на два месяца. Я стою уже сколько там старожил, уже год и три месяца стою на бирже труда. Я стоял по специальности, мне нету моей специальности, как говорят. Машинист в холодильной установке. Такая она больная уже у нас и нету. Ну, на общественные работы направляли, но мне не нравилось. То там грузчиком мне тяжело, допустим. А это вот, как сказать, предложили, я посмотрел, мне понравилось. На свежем воздухе тут не мешки таскаю. Тут, как говорится, прибраться немножко, там подколотить, траву скосить. Очень хорошо. Там доплачивают, ну, в центре занятости, очень нормально. Общественные работы – оплачиваемый труд. В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата участнику общественных работ устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда – 5 965 рублей. Кроме того, центр занятости оказывает дополнительную материальную поддержку в размере 1700 рублей. В период участия в общественных работах у граждан также сохраняется право на получение пособия по безработице. Время засчитывается в общий трудовой стаж, а в случае болезни оплачивается больничный лист. В таком виде трудоустройства свои плюсы есть и у работодателей. При заключении договора поиск кандидатов на рабочие места берет на себя центр занятости населения. Работодатель минимизирует затраты на оплату труда, благодаря привлечению временных работников. Срок договора может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Парк Лакреевский лес, к примеру, заключает договор на общественные работы почти на полгода. Сезон здесь начинается в мае и завершается в сентябре. Коллектив Центрального парка культуры и отдыха «Лакреевский лес» состоит из хорошего коллектива, сплоченного коллектива. Но так как у нас сезонная работа, мы сотрудничаем, уже не первый год сотрудничаем с центром занятости. Центр занятости к нам присылает, поставляет людей, хороших людей. Правда, мы все равно жесткий такой отбор, они проходят. Самое главное, мы смотрим, так как у нас самое главное – это безопасность, поэтому оценивается ответственность человека, но и коммуникабельность. Каждый сотрудник проходит подготовку и обучение работы на аттракционе. В этом году на общественных работах здесь находятся четыре человека. Все они впервые работают в парке. Но случается и так, что человек проявляет себя с хорошей стороны, а у работодателя освобождается вакансия. Три человека таким образом нашли себе постоянную работу в парке, а кто-то возвращается постоянно и работает несколько сезонов подряд. Работа с людьми, люди отдыхаются, приходят с детьми. Настроение хорошее, на свежем воздухе, и для здоровья, наверное, будет более-менее полезным. Сами не катались? Пока нет. Не хочется? Может быть, душа все равно, как 18 лет, остается в воздухе, не скажет. Лакреевский лес – излюбленное место отдыха чебоксарцев. Здесь развлечения найдутся для всех. Помимо новых аттракционов сохранились и те, которые и так любили еще наши родители. Карусель, вихрь, колесо обозрения, веселые горки и автодром. Очереди на него выстраиваются и сегодня. Кассир парка Зоя Шурякова в выходные дни еле поспевает продавать билеты, а в будний день притекает спокойнее. Я, конечно, здесь ничего не потеряла. Я даже больше получаю здесь зарплату плюс пособия. Больше у меня выходит, чем прошлая моя зарплата. Я раньше работала бухгалтером. Теперь голова не болит у меня. И на свежем отдыхе. Спокойнее, конечно, здесь вовремя платить налоги, вовремя сдавать отчеты. Такого пока сейчас нет. Спокойнее здесь. В соответствии с административным регламентом, такой вид занятости, как общественные работы, призван обеспечивать сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. Именно поэтому органы службы занятости дают безработным дополнительный шанс на сохранение и получение трудовых навыков для трудоустройства в дальнейшем на постоянной основе. За первое полугодие 2015 года участниками общественных работ стали 3646 жителей республики. Заключено 618 договоров с работодателями. Финансовые средства республиканского бюджета, направленные на реализацию мероприятия, составили почти 2 миллиона рублей. Всего в 2015 году предусмотрено трудоустроить на оплачиваемые общественные работы 6720 безработных и ищущих работу граждан. Тем не менее, работодатели отмечают, что количество людей, направляемых на общественные работы, за последние 6-7 лет сократилось примерно в 5 раз. И эта положительная тенденция означает лишь одно – уровень безработицы за эти годы снизился. На 1 июля 2015 года он составляет всего 0,7%. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе.